Вам знакомы эти строчки. Сейчас решится, кто будет жить и кто умрет, кто доживет до своего конца, а кто не доживет до своего конца, кто погибнет в воде, кто погибнет от огня, кто погибнет от оружия, кого растерзает дикий зверь и так далее и подобное. Это все слова из молитвы Рошашана. Мы приближаемся к Рошашана. Решается наша судьба на следующий год. Страшные вещи мне кто-то сказал, что если бы мы знали все, что нас ожидает в этом уже проходящем новом году Рошашана, как бы мы молились, как бы мы пытались отвратить несчастье, которое случилось. Ну, не молились, развлекались, как мы знаем. Все это так было, как будто бы необязательно. Надо сказать, что эти парни и девушки, которые развлекались на фестивале НОВА, сыграли очень важную роль для народа Израиля, потому что они своей смертью предупредили тех ужасных несчастья, которые нас ожидают, и мобилизовали всех остальных. В этом смысле они как бы святая жертва, можно сказать. Хотя они не имели это в виду, но, как мы знаем, есть какие-то более высокие силы, которые решают, что значит каждое наше действие. Более того, известно, что из-за того, что эти террористы позарились на беззащитных людей и убивали их, это задержало их наступление и позволило дополнительным силам прибыть на место и задержать их. Хотя, как сейчас уже известно, раньше считалось, что прорвалось в первую очередь около четырех тысяч бандитов. Сейчас подсчитано, что их было семь тысяч. Дивизия целая, вооруженные, обученные. И по плану дальнейшего развития событий предполагалось, что выйдет из Газы несколько сот тысяч вооруженных жителей Газы и пойдут и будут двигаться по направлению к Тель-Авиву, чтобы захватить Тель-Авив. Представьте себе, какие ужасные наши, какие ужасные вещи нас ожидали. И цепь событий, прежде всего, мужественная защита людей, предотвратила это несчастье. Хотя Сенвар и его сообщники рассчитывали на то, что наш народ ослаб, разорван внутренними противоречиями, но в этом смысле они ошиблись. Они не поняли истинную суть народа Израиля. Тем не менее, в какой-то момент эти жертвы новые, по расчетам, как это было по расчетам Сенвара, и здесь он не ошибся, стали у нас костью в нашем горле, камнем претензовения, то, что события, которые происходили буквально накануне 1 сентября, полная дезорганизация школьных процессов хозяйства Израиля, все это было рассчитано Сенваром Залания. И мы лишний раз заубеждаемся, какая сатанинская сила стоит против нас. Ему нужно было разыграть спектакль, который бы продемонстрировал всему Израилю, насколько мы не можем придерживаться своих политических или позиций безопасности, не можем держаться за этот федеральюфельский коридор, за эту ось. Надо что-то было очень такое показательное, наглядное, чтобы сколохнуло общество. И он правильно рассчитал. Мы следили за этими событиями, пока вы не следили за этими событиями, не отдавали отчет, что произойдет. И вдруг нашли, как вы знаете, бедуина в пещере одного. Почему одного? Потому что его охранники испугались и убежали. Почему они его не убили при этом? по закону бандитов. Если они уходят, они убивают, что оставили в живых. Хорошо, слава Богу. Этого Фархана Алькади нашли, изможденного. Это большое, как бы была победой пропагандистская для Израиля. Даже в Сауловской газете писали, что смотрите, теперь мы видим, что представляет собой Израиль, что представляет собой Хамас. Вот их обвиняли. Израиль обвиняет в Апарт-Хайде, что они ненавидят арабов. Как раз наоборот. Это арабы. Хамас издевались над бедным стариком. А Израиль не только освободил его, привез в больницу, заботился о нем. Это было очень действительно наглядное свидетельство. И на допросах, ну там на самом деле этого Фархана Алькадии не допрашивали, поскольку он жертва, кто там это, шабак не будет его допрашивать, опрашивали. Просто опрашивали. И он сказал, что он ничего не знает, там сидел в этой пещере постоянно, но вот рядом с ним был какой-то старик, тоже заложник, который умер за отсутствие лекарства. Тоже ужасное сообщение. Вот. Но он слышал, что в соседних катакомбах, в соседних туннелях есть большая группа заложников. И вот на основании этого естественно царь бросился туда искать их и нашел свежие трупы. О! Получилось у Синвара его разработка получилась. Он подсказал, где искать и в тот момент, когда пришли искать, он показал Израилю, израильским гражданам. Вот смотрите, будет, что будет с теми, кого вы будете искать. Бесполезно. Это, собственно говоря, то, что он хотел продемонстрировать во всей этой сложной разработке. Бесполезно искать и пытаться освобожать заложников за пять минут до того, как придет солдат Иссаля, мы их уничтожим, мы убьем этих заложников. Конечно, это ужасное преступление, какие-то правдолюбы, даже организация обменах обсуждает вопрос, как убили заложников, это вроде бы не по правилам, но это мало волнует Сенвара, он знает, покричат, покричат, и все это показуха, ничто не будет предпринято, а главное то, что он рассчитывал, произошло, как будто бы по мгновению дежурской палочки сразу начались выступления всех этих штабов по свержению законного правительства в Израиле. То, что он ожидал, и немедленное требование сдаться на милость пораженного, цена поражения, но сдаться на его условия, то есть уйти из газа, безусловно, не охранять этот филадельфейский коридор, не охранять этот коридор в Ницаним. И это они требовали, израильтяне, евреи, требовали правительство и говорили кровь на руках Натаньяу. Также американский сенатор, я видел, сказал, помилуйте, Хамас убил их, Натаньяу не играет роли, а Хамас вообще на этих демонстрациях не упоминается. Натаньяу несет ответственность, его надо свергнуть, он преступник. И вопреки всякому здравому смыслу, какие-то толпы, ну там, скажем, не миллионы, не сотни тысяч, но несколько десятков тысяч участвуют в этих демонстрациях. Смотрите, как Сенвар сидит и радуется, что все идет по его розыгрышу. Уже тогда, в момент начала этой бандитской операции Семхат Туран, он уже так это предвидел, что он возьмет заложников и он будет играть жизнью этих заложников и добить, и диктовать свои условия. Что он хочет, как мы знаем, чтобы мы ушли из границы с Египтом. Теперь выясняется, что Египет играл важную роль в подготовке этой операции. Он, конечно, с нами вроде бы замирен, он зависит от Америки, несчастная бедная страна, но мусульманам не терпится, они должны показать, что они наиболее правильные мусульмане. И оказывается, что то же самое Ассиси, диктатор Египта, он выполнял свою роль, он усыплял бдительность Израиля. Он говорил, что им идут переговоры с Хамасом, и Хамас ему дает понять, что ничего не будет, все в порядке, не собирается нападать, они замерены, они строятся. А одновременно с этим он привел свои бронетанковые силы огромные в боевую готовность, что если при случае действительно Израиль поломался бы, он бы вошел на территорию Израиля, и он бы был большим победителем. Представьте себе, как это все было рассчитано, заранее разыграно, и наши израильтяне, так называемая организация Ахим-Ленешик, братья по оружию, вот они начинают горланить, сдать все, жизнь этих заложников нам важнее всего. Какой-то парадокс, да, мы понимаем прекрасно, что если мы спасем даже этих 30-40 оставшихся живых заложников, на условиях Хамаса это будет означать немедленную национальную катастрофу для всего Израиля. Они что, это не понимают? Но они хотят свергнуть существующую власть, которая была выбрана демократическим путем. Все эти партии, которые находятся власти, как мы знаем, беспрецедентно, это правительство, в отличие от всех других правительств, которые всегда составляли кабинет, знаете, там мучительные такие составления кабинета на кончике одного члена Кнессета. А тут было подавляющее большинство, не надо было напрягаться, ничего, все эти партии собрались, вот так, побежденные белые олигархи не могут это терпеть, они хотят вернуться любой ценой к предыдущему образу жизни, чтобы жить, как все европейцы, это главный их лозунг, не надо войны, зачем нам наобновать, поднимем ручки кверху, арабы нас пожалеют, мир нас поймет, представьте себе, вот снова, казалось бы, это уже прошедший урок, вот прошел, снова будем отмечать, скоро Симха Тора, и главный урок не будет. Правда, надо сказать, конечно, что средства массовой информации, они раздувают и показывают эти демонстрации массовые, понятно, что тот момент, когда около 70% Кнесета принадлежит партии коалиции, это миллионы людей, которые выступают против этого, это совершенно очевидно, но у них есть деньги, как уже было показано, этих демонстрантов есть деньги не только от богатых евреев Америки врагов Израиля, но и от Ирана они получают эти деньги, поэтому они могут с эти демонстрации подкупать прессу, люди для Коди, к сожалению, не так богаты, если бы они были богаты, тоже бы устраивали. Есть, я говорю, смотрю на эти кадры веселяющихся ребят и девушек в прошлом году на Симхат Тора, ну, вроде бы, действительно нормально, Симхат Тора сказано, надо радоваться, это большое дело, они радовались, ну, скажем, они радовались по другой причине, у них были другие какие-то ценности, но срадовались, что плохо. Есть высказывание, что в книге Куэлит есть такое выражение, Смах бахур билдотеха веетивха либха бимей вахуртха веда кеальколь эйли ябеха луким либим мишпат вот такая Куэлит это как бы один из тех неверующих людей особенно любят книгу Куэлит она выглядит практически как греческая философия такая пессимистическая взгляд на вещи и он говорит примерно вот в духе новой или всех этих новых трендов в жизни общества веселись развлекайся наслажайся жизнью но знай за все это надо будет заплатить и это надо всем четко помнить удовольствие приятное все хотят иметь удовольствие но потом надо расплачиваться и теперь мы должны расплачиваться за удовольствие вот этих парней и девушек отдавать свои когда было поймено фотообъектив бывшая судья израильская живущая в Израиле она не знаю наверное ушла там на пенсию она срывала плакаты убитых солдат а зачем служат плакаты убитых солдат показывают что эти солдаты отдали свою жизнь на защите Израиля для того чтобы Израиль оставался безопасным чтобы она охраняла границы чтобы уничтожил Хамас ее спросили почему ты срываешь эти плакаты память о солдатах красивые парни девушки просто смотришь на них сердце кровевое она их срывает и бросает топтает топчет их с остервенением она говорит развешивание плакатов противоречит городским законам и кроме того она говорит вы служите смерти как будто бы память о солдатах это служение смерти а я служу жизни я забочусь о заложниках как будто понятно что когда мы говорим что в память этих солдат которые отдали свою жизнь кстати за освобождение заложников правильно и за освобождение Израиля вот этой угрозы они как раз служат жизни сохраняя жизни она видите насколько действительно это язык говорится гибкий все может сказать она защищая как бы жизнь заложников на самом деле она готовит смерть Израилю это просто поразительно отсутствие всякой логики беспринципность ужасно что они будут делать они уедут в Германию если здесь будет плохо так многие говорят как кстати Харейдим говорят если нам будет здесь плохо мы уедем в Германию а мы остаемся здесь есть новые новые открытия в тактике противника я говорил что мой сын на прошлой неделе вышел из района Ниссаним он там был как все солдаты два витка Милуим первый сразу же 7 октября пришли воевать небольшой перерыв потом по новой сейчас он кончил эти оба витка надо молиться сейчас Рушишана день суда чтобы больше не потребовалось чтобы был враг уничтожен и Ниссаним оказывается это очень важная очень важная стратегическая точка не точка это целая полоса шириной в 4 километра которая разрезает отрезает газу от всей остальной территории Египта что такое газа в этом смысле это как бы жизненный центр всего что там происходит там и торговые центры там и общественные центры все и вот как бы то что усилия которые были сделаны первым делом это отрезать газу через при помощи этого коридора Ниссарим от всех остальных частей и казалось я говорил своему сыну ты береги себя он говорит не страшно папа там все сравнялись с лицом земли нет никакой опасности вот как бы он не по возрасту уже под 40 он конечно в боевых частях но все равно есть это пулеметчик на вездеходе все это все никакой ничего страшного а потом произошло буквально у него на глазах часть его товарищей погибла вошли для того чтобы перегруппироваться в какое-то отдельно стоящее здание там в районе Ниссарим и оно взорвалось во-первых конечно он в страшном шоке потому что он вытаскивал тела своих друзей которых только что с ними говорил это понятно это как бы наше я не знаю человечество переживало много таких трагедий но наши дети не привыкли к этому они привыкли к жизни и вдруг сталкиваясь с смертью это заставляет задуматься хотя он человек верующий тем не менее снова задуматься над значимостью смыслом жизни и смерти и вот что оказалось каким образом вроде бы действительно как он говорит район безопасный 4 километра в длину это от начала израильской газовской границы до моря а в ширину это 4 километра огромный коридор где-то проникнуть террористов проникают по-прежнему у них есть какие-то подземные проходы и выходы называется пир и вот оказалось что когда они заметили что вот это подразделение зашло в отдельно стоящее развалившееся разрушенное здание они успели поставить там взрывчатку и небольшой объектив я уже не знаю это как обычно сейчас делается шпионами это размером с пуговицу этот объектив незаметно невозможно заметить и через этот объектив они следили за тем моментом когда солдаты зайдут туда да и точно знали сразу взорвали так это все обрушилось и произошло это как бы новая техника потому что ну казалось бы обескровленные обескровленные грандицы что у них осталось у них есть совершенно новая техника поступает из Ирана вот в частности это вооружение по-моему довольно совершенное вооружение и то же самое произошло накануне начала учебного года вы знаете было позавчера обнаружено на подъезде к поселку Атерет это в районе там так называемый район Беньямина Беньямин то есть это в районе скажем немного к северу от Иерусалима там есть такой поселок под названием Атерет много людей там живет и на обочине дороги стояла брошенная машина вот слава богу как бы охрана этого Атера заинтересовалась этой машиной посмотрел оказывается там заготовленная взрывчатка и там находится это объектив который следил за выездом должен был подождать пока автобус с детьми которые выезжают в Атерет в школы тогда бы они взорвали вот как они как бы продолжают до последнего момента и хотя как бы это ну не остановит израиль пацифисты закричали все надо кончать войну надо сдаваться на на милость победителя есть обнаружена недавно инструкция которая говорит как надо действовать этим террористическим группам по моему эта инструкция была еще составлена в России в Советском Союзе знаете было здесь в начале 21 века когда была массовая алия приехали сюда из Советского Союза из России по сути дела уже Советский Союз развалился приехала большая группа солдат и офицеров которые из Советского Союза которые раньше которые имели опыт войны в в Чечне в Афганистане то есть на самом деле бывшие военнослужащие советской армии которые имели как раз подходящий военный опыт и вот один из офицеров такой я капитан Ратнер создал батальон Али собрал всех этих офицеров прежде всего офицеров и значит вот он предложил свои услуги израильской армии что вот это как бы люди которые имеют хороший опыт борьбы как он мне говорил я был там советником как он мне говорил ваше счастье что арабы здесь ленивые если бы это было бы в Чечне вы бы ни одной минуты не были бы спокойны в любом случае он сказал что они действуют арабы по книгам он служил военной разведке он говорит по книгам которые он сам составлял как инструкция для ведения военных действий партизанских отрядов поэтому его привлекли и он написал как бы объяснение израильскому руководству вот как бы подход и видение этих ведь на самом деле как мы знаем многие боевики Хамаса прошли обучение в России и вот как бы то что я сейчас видел в средствах массовой информации там как раз инструкция ведения военных военных действий сейчас для Хамаса очень подходит на те инструкции о которых мне рассказывал капитан Ратнер значит он говорит там в этой инструкции которая сейчас опубликована в СМИ действуют группы боевиков как угодно террористов знаете я даже не хочу их называть террористами это хорошо обученные боевики да они надо пренебрегать террористы это какие-то отдельные там я не знаю фанатики нет хорошо обученная армия огромная армия инструкция такая группа в 4 человека в 3 человека первый вот предположим как было взорвано это отдельно стоящее здание там в Митсарием это по сути дела разрушенное здание он идет прежде всего разведчик понятно разведывает где подходящие места которых можно совершить теракт потом значит он замечает что действительно сюда заходят солдаты устанавливает камеру следующая группа следующий один диверсант приходит и устанавливает там взрывчатку третий ждет указания когда значит действительно по объективу видно что да какая-то часть вошла в это здание и значит он подрывает это здание и одновременно есть еще кто-то с RPG который обстреливает если там какая-то военная техника бронетранспортеры и прочее еще обстреливает вот такая слаженная группа которая действует он говорит под прикрытием детей и очень часто как мы знаем было даже услуг о том что Синвара переоделся в женщину он находится в Газе под видом женщины ну а там скромные арабские женщины они все закутаны с головы до ног там не будешь с каждого срывать это ее парандю и смотреть что там все там есть вот так это работает правда тот же самый террорист который сообщил об этом как бы тактике ведения партизанской действия он говорит на самом деле это все бесполезно тот момент когда Хамас разгромлен то что они могут сделать это болезненное но это не меняет стратегический ход событий потому что Хамас разгромлен и вот поэтому они давят всей ценой чтобы снова открыли бы доступ к филадельфийскому коридору а там как уже сейчас показано на расстоянии менее километра один от другого на протяжении всей этой границы находятся эти подземные туннели через которые можно за один день добавить доставить огромное количество военной техники живой силы и прочее у нас как раз в нашей недельной главе как вы знаете она заканчивается описанием ведения военных действий и там говорится о том что прежде чем начинаем военные действия насмотрщики командиры спрашивают есть среди вас трусы кто-то боится рах левав идите домой вы никому не нужны понятно что такие люди только посеют панику а еще известно что есть такое выражение в по-моему Мишлей сказано по ходу решаем бет сион то есть грешники прежде всего боятся почему потому что они знают что будет наказание за из-за грехи и война это самый подходящий момент для того чтобы исквитаться с ними как это было во время Второй мировой войны если какой-то командир особенно в Советской армии какой-то командир или какой-то солдат был ему стреляли просто во время войны военные атаки стреляли ему в спину ему стреляли в голову и так это списано а тут просто как бы то что мы знаем есть такая смерть под названием карет это не как приговор а просто с небес с небес сведут с ним счет во время какой-то атаки и никто не будет знать что это за его грехи так он погибнет смертью храбрых на самом деле он был как бы ему было уготовано до смерти какие-то другие простуды поэтому поэтому говорит Коэн говорит уйдите те кто боится уйдите с одной стороны это очень гуманный подход а зачем нам надо людей трусливых рахлев посылать на войну они же боятся хотя как бы не очень понятно сказать а ты трус будь мужчиной не уйдь вперед нет мы говорим нам не надо таких трусов а самое главное мы не хотим чтобы среди нас были бы люди которые совершили грехи знаете как мы знаем когда изготавливают этот золотой семисвечник для Бетмигдаша сказано он должен быть из цельного слитка золота как добывается золото как мы знаем добывают куски золотой руды и там есть какие-то вкрапления если эти вкрапления надо выжить надо поэтому ложить его в плавильную печь и тогда отделяется чистый материал и все эти примеси остаются это так же самое и в армии должен быть чистый материал тогда он становится единым монолитом поэтому трусов отпускаем ну там и другие конечно соображения как мы помним сказано что если кто-то женился он может построить дом на самом деле есть как вы знаете это относится к понятию это это мелхемед не мелхемед митцва а мелхемед ршут то есть если мы идем на какие-то военные действия по расчетам правительства но сейчас это не происходит то тогда вот такого рода отбор имеет место если же это мелхемед митцва и защита государства народа от опасность уничтожения тут никакие никакие сантименты неуместны все должны идти воевать если кто-то трусит он погибнет первый как известно трусы которые как бы они останутся первой жертвой для подобного ведения и нами руководит в этом плане как вы знаете есть общий закон общий закон войны за страну Израиля вот это относится ко всем и надо знать и помнить что существует митцва в Таре который говорит народ Израиля обязан захватить страну Израиля что значит обязан захватить страну Израиля потому что понятно что когда пришли из Египта а потом пришли из Вавилона земля была занята другими народами она принадлежит нам она дана нам а как можно захватить эту землю только организованным порядком вот есть я думаю вам уже говорили об этом тоже есть цифр митцвот все знаем цифр митцвот составил Рамбам а его последователь раби митцва через сто лет после него написал дополнение и изменение к цифру митцвот Рамбама у Рамбама нету обязанности не указана эта митцва как обязанность называется еще варят Исраиль обязан жить в стране Израиля и сказано так обязан жить в стране Израиля и не отдавать никому другому то есть не просто так прийти и скажем пришли сюда во время как бы турецкого владычества атаманской империи были какие-то периоды когда султан не мешал евреям жить жили скажем говорят евреи арабы говорят евреи здесь не жили так вы не давали вы мусульмане нам не давали поселиться много раз хотели евреи прийти жить в страну Израиля тысячи лет пытались а мусульмане не давали нам все жить но даже если удавалось жить да строили дома какие-то вот построили это там синагогу хурва если вы знаете отстроил его сейчас украинский миллионер Рабинович отстроил эту хурву это все было все-таки как бы вот величественное здание было можно построить эти здания но это не выполнение заповедей Шива Артислаэль заповедей Шива Артислаэль это заповедь что никто кроме нас не имеет права здесь находиться только мы должны находиться здесь потому что все остальные народы у них есть свои наделы творец во время творения выделил им свои земли и те кто пришли сюда включая арабы они оккупанты они захватчики но для того чтобы так показано это в заповеди Ишу Артислаэль это заповедь старый сказано так но поскольку просто так не придешь и не скажешь давайте вы отещаете это место оно принадлежит нам это никто тебя не послушает по смыслу поэтому говорит Ромбан надо создать государственную организацию надо создать все органы власти в пути то есть должно быть министерство финансов должно быть бюджет для того чтобы вести эту войну по освобождению Израиля должно быть какие-то фискальные органы то есть интересно что Ромбан Рабим Мушебен Ахман это 13 век новой эры записал в Митсват и показал что в Таре заключена обязанность создать государство есть правда мы знаем есть разговор о том что это Машиев должен спуститься с неба и создать государство есть какой-то момент в этом есть два скажем уровня создания государства но то что пишет Ромбан он считается после Ромбама Рабим Мушебен Маймона Маймона он законодатель номер 1 номер 2 и он пишет чтобы есть обязанность которая существует каждый момент не когда придет Машиев а каждый момент создать национальную организацию которая позволит освободить страну Израиля от оккупантов кто оккупанты это эти арабы и смотрите действительно это произошло правда к сожалению это произошло не таким способом который я думаю Ромбан хотел потому что имелось ввиду тогда страна народа Израиля был гомогенной были люди все верующие выполняющие законы Тары а в результате получилось что да была создана организация государства в пути которое смогло в 1948 году создать государство это на самом деле само по себе чудо что оказалось в тот момент когда организация обменов нации сказала создавайте свое государство представьте себе если бы мы сейчас к тому моменту стали бы думать а как его создать а где взять деньги а где взять солдат а как их вооружить арабы они в тот же самый день напали на нас чтобы мы это не совершили а мы были уже готовы лучше чем они это безусловно хотя это выражается в конкретных ситуациях в конкретных людях и фактах но это безусловно чудо что к моменту когда 15 мая Хейбияр Ташах 1848 года было дано разрешение создать государство оно сразу встало как будто бы она всегда существовала сразу со всеми своими подразделениями министерствами министрами бюджетом оружием связью с государствами для поставки оружия надо понимать насколько это было великое чудо которое произошло снова к сожалению это были не те люди потому что это были последователи Карла Маркса социалисты возможно так Ашемы и хотел чтобы вначале и так об этом пишет известный мудрец и жертва нацизма Раби Сахар Теклер в своей книге Эмабаним Смеха к сожалению перевели на русский язык это очень дорогое предприятие и он там показывает и он говорит то что государство но он не дожил до создания государства его убили по дороге в Освенции в 45 году в Тепушке но он видел уже как это происходит он говорит то что в создании этого государства участвуют люди неверующие он говорит это тоже Ашгахайлукит так Ашем хочет потому что он говорит представьте себе если бы все мудрецы Рабины тогда он говорит это Адмор Бельц Адмор Гур Адмор Хаббат и другие руководители хаседутов собрались вместе и приняли бы решение создать еврейское государство представьте себе он говорит какой бы самое протесты начались со всего мира а тут пришли такие же он говорит как эти европейцы бритые говорят на европейских языках хотят создать государство подобное государство всех других народов это проскочит и это проскочило тоже чудо на самом деле что именно таким образом которым можно было создать это государство так как бы не слишком выпячиваяся удалось это создать но проблема остается создать создали но они когда не создали государство они создали ее под себя и как мы знаем этим лозунгом этих сионистов социалистов было создать и жить как все народы наподобие всех народов и вот сейчас как раз вот это и взаимная тенденция противодействия те кто создали это государство те по-прежнему на самом деле имеют бразды правления они хотят жить как все остальные народы а страна израиля диктует свои законы и та власть которая сейчас существует народная власть избранная законным путем она хочет не хочет жить как все остальные народы она хочет жить как народы израиля по законам страны израиля вот это конфликт о котором к сожалению Равис Ахтеклер не написал нам что делать в этом случае это как бы как всегда известно что всякое развитие связано с тем что новая ступень отрицает предыдущую ступень это диалектика но к сожалению это отрицание не просто диалектическое отрицание это силовое столкновение двух сил и самое неудачное что это происходит как раз в разгар военных действий когда в ситуации когда израиль находится в тяжелом положении в любом случае надо помнить что все что с нами происходит сегодня это не случайно это все заранее было предвидено тем кто сотворил этот мир тот кто руководит этим миром наступило время сейчас поэтому надо сказать так мы находимся действительно в годину очень серьезных испытаний но не надо бояться этих серьезных испытаний это не какая-то случайность это не какая-то оказия ах не получилось это и есть та борьба ради которой мы все здесь находимся борьба того чтобы победила бы истина и правда и тара потому что тара это истина не без насилия мы не хотим устраивать массу смотрите действительно эти противники национального лагеря законного правительства какие бесчинства они совершают бросают в полицейских горящие факелы блокируют дороги мешают людям проезжать устраивают какие-то всеобщие забастовки забастовки в области школьного образования а мы продолжаем свою жизнь это наше противовесие мы живем обычно нормальной жизнью делаем то что нам положено у нас есть свой закон свой кодекс у нас есть тарьяк митцвод у нас есть шелхана рух это наше законодательство и совершенно понятно что именно этого они боятся но я хочу сказать тем кто выступает против национального лагеря религиозного лагеря да не бойтесь вы нас мы не насильники мы не собираемся вас силой охмурять или там не знаю делать обрезания живите как хотите только не мешайте большинству если говорят о демократии так будьте демократичны что значит демократия это признание власти большинства они под лазунгом демократии как это к сожалению вчера президент Израиля сделал очень неосторожное заявление он сказал что юридические реформы надо отложить они неуместны корень зла это юридические реформы корень зла это юридические системы юридическая система как мы знаем это как раз это атавизм который был заложен теми бритоголовыми сионистами которые заложили это государство. Судить народ Израиля по законам. Вы знаете, в Израиле существует законодательство. Что это законодательство? Это британское законодательство. Небольшими видоизменениями по-прежнему это британское законодательство. Они хотят жить по британсам. А мы хотим жить по законам. И вот поэтому скажем, правда, наши законодатели, которые сейчас находятся, министр юстиции, руководителя комитета, комиссии по юстиции в Кнессете. И все, они не говорят о законах Тары. Они просто хотят привести к нормальному состоянию, когда когда у судьи они не выбирают сами себя. А есть какие-то более демократичные и открытые способы выбора судей. Так, чтобы на самом деле мы видим сейчас, что судьи диктуют ход военных событий. Вот оказалось, например, что во время этого 7 октября 10 седьмого октября поднялись в воздух израильские вертолеты Апачи. Но они не по законам, которые установила прокуратура. Прокуратура установила закон о ведении военных действий. Им было запрещено стрелять по террористам. Почему? Потому что, как мы видим, когда они прорвалась, вся эта масса из газа, там были старики и женщины, мирные жители. Нельзя было стрелять. Поэтому они не стреляли в них. понимаете, вот это как бы один из гримас власти, юридической власти, которая на самом деле пытается навязать нам то, что противоречит логике и противоречит обычной морали. С врагами надо воевать, их надо уничтожать. Тут не может быть, если кто-то поднялся против нас, мы не смотрим, кто это такое. Это может быть даже подросток, который хочет взорвать кого, убить кого-то. Поэтому мы у него будем спрашивать по паскорту, сколько ему лет, чтобы решать, надо ли его уничтожить и предотвратить теракт. И вот, к сожалению, наш президент из Каглярцог сказал, что нет, это неуместно, не своепременно. Я, между прочим, с ними согласен. Потому что, действительно, сейчас это время ведения военных действий. Действительно, надо отложить в сторону все попытки исправления общества. И общество исправляется не путем революции и реформ, это постепенное развитие. Это проблема, надо заниматься этим. Но сейчас, по-моему, тоже это не своевременно, в этом смысле я согласен. Но в целом, говорить, что юридическая реформа это, как бы, она неуместна, она очень неуместна, она необходима, она напрашивается. Вот у нас, как раз, есть написано в нашем разделе шофтим, правильно? Смотрите, как точно это совпадает. Шофтим, надо назначить судей. Тогда им было легко, Мушер Абейну было легко написать. Сказано, помните, когда искала Ятро, дал совет Мушер Абейну найти самых подходящих людей, Цедики, Мишарим, Невуним, сказано, нашли всех, кроме Невуним. Невуним, это люди, которые умеют не только то, что они, как бы, какие-то основные их знания, это Невуним от слова вебинар, понимают, умеют анализировать и делать правильные выводы. Ну, неважно, но нашли достаточно судей. Это было гомогенное общество в то время. А сейчас, как мы назначим хороших судей? У нас большинство населения не признает законы вторых, поэтому это понятно, что настоящие юридические реформы, это действительно создать юридическую систему, потому как вот заложено это в нашей книге, в нашей вторе создать людей, прежде всего богобоязненных, которые понимают, как сказано у Куэлита, что можно делать все, что угодно, но расплата в конечном счете наступает, так зачем нужно расплата? Лучше с самого начала делать все вещи хорошо и правильно. Поэтому я снова говорю шанату ва, молитесь, и все, кто даже не верит в Бога, я думаю, поняли, помните, как это было 7 октября в Симхат-Тура многие люди, я думаю, сотни, тысячи, лежа там в зарослях этих кустарников, спасаясь у террористов. Они стали кричать «Шма Исраэль!» Так, ну, можно кричать «Шма Исраэль!» не обязательно лежа в кустарнике, спасаясь у террористов. Сейчас есть «Присти в синагогу», да, как мы знаем, есть в Тель-Авиве, есть борьба за то, что Тель-Авив, глава города, запрещает молитву в Йом-Кипур на улицах Тель-Авива. А как это на самом деле то, что должно было быть, что выйти из синагогу, так как это было во время карантина, короны, да, люди молились на улицах, так оно и должно быть. То есть вся страна, это и есть Дом Божий. Здесь надо молиться, чтобы все, я думаю, как только будут сняты эти стены, миллионы будут участвовать в этих молитвах, понимая, насколько сегодня особенно эта молитва, которую мы накануне Роша-Шана в Йом-Кипур, насколько они важны и судьбоносны, и каждый из нас может нанести свою лепту. Шана-Тува. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова